Дорогие друзья, приветствую вас! С вами канал Я Хочу Все Знать. Сегодня я хочу вам рассказать о Святом Шарбеле. Желаю всем приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. Святой Шарбел является великой тайной для мира науки и явным знаком могущества Бога для всех нас, верующих. Прошел уже 121 год со дня смерти ливанского отца-пустынника, а его тело до сих пор не подверглось разложению. По его заступничеству происходят все новые, новые чудесные исцеления и обращения. Биография монаха Шарбела. В 1828 году в семье крестьян-маронитов-махлув, живущих в Бека-Кафре, Северного Ливана, родился мальчик Юсеф или Иосиф. Свидетели его жизни отмечали, что малыш был на удивление тихим, вместо сказок слушал Библию. По достижении 23 лет Юсеф отправляется в паломническое путешествие в Анае, оставшись жить при монастыре Святого Марона. Желая познать совершенство христианства, вступил в семинарию, его учителем был Нематулла Касаба Аль-Хардини. Будучи еще молодым человеком, у Юсефа обнаружился дар исцеления, а затем и пророчества. Прибывая в монастыре, монах мог предсказать смерть человека или явление святого образа причистой девы. Молодой праведник много размышлял на философские и идеологические темы, делал записи о видениях и пророчествах, данных ему для людей через Иисуса и Богородицу. Самыми неприемлемыми для человека качеством отец Шарбел считал лицемерие, предательство, неумение противостоять соблазнам, блуд. В 1853 году принял монашица с именем Шарбель, в честь антиохийского мученика II века. Через 6 лет был рукоположен в сан пресвитера. Проводя время выращивания винограда и лечения людей, добровольно выбрал одиночество, минимальные условия жизни. В 1875 году уходит в отшельники на долгие 23 года. В течение многих лет святой спал на досках, подкладывая вместо подушки под голову бревно. Ел один раз в день, исследовал послания святых и писал свои заключения о вопросах пророчеств, веры, роли духовных наставников. Обладающий даром пророчества святой Шарбель помогал людям найти правильное решение в сложных жизненных ситуациях. В возрасте 71 год, на католическое рождество в 1899 году, после недели страшных мучений, святой отошел Господу. Святые мощи. Через 10 лет при перезахоронении был открыт его гроб, и все присутствующие были удивлены нетленностью тела и отсутствием трупного запаха. Мало того, что кожа монаха была эластичной, покрытой розовой влагой миром. Чудом, который не могут объяснить ученые мира, является не только нетленность тела, но и появление на нем на протяжении многих лет розовой влаги. По ныне монахи собирают чудотворное миро, смешивают его с церковным маслом, продают всем желающим для исцеления. До настоящего времени так и не найдено объяснение этому уникальному феномену. Католическая церковь причислила Шарбеля к лику святых, собрав необходимые доказательства исцеления у его иконы или мощи. К святым мощам, хранящимся в местном монастыре, постоянно приезжают паломники с просьбами, и многие из них получают помощь. В начале 20-го столетия ливанские монахи выставили гроб со стеклянной крышкой на всеобщее поклонение. В результате слепые прозрели, глухие стали видеть, неходящие отбросили костыли и коляски, ушли, разные онкоболезни. В Ливане создан Международный центр святого Шарбеля, который фиксирует все случаи исцеления при посещении гробницы праведного монаха. Российским писателям Баюканским после посещения Ливана написана книга «Святой Шарбель. Помощь с неба», в которой описаны чудеса, дарованные после посещения святых мощей. С 1925 года шел процесс биотификации, который состоялся только в 1965 году. За это время мощи мир оточили дважды – в 1927 году и 1950. После исцеления людей было подано прошение о канонизации причисления к лику святых праведного монаха. В 1977 году папой Павлом VI был совершен обряд канонизации, установив день почитания святого Шарбеля 24 июля. В день канонизации в Ватикан приехало более 10 тысяч католиков из Ливана, представителей православия в Ливане, государственных деятелей этой страны, мароницкий патриарх Курейши. Впервые в истории Израиля богослужение из Ватикана транслировалось по радио. Святой Шарбель стал покровителем Ливана по благословению папы Павла VI. Монастырь Анная трепетно относится к памяти о святом праведнике, совершая 22 числа каждого месяца богослужения в память о нем, в знак благодарности за исцеление женщины от паралича. Уникальный феномен исцеления Многие люди разных конфессий, не имеющие возможности поехать и помолиться около святых мощей, отмечают, что молитва около иконы святого Шарбеля помогает как в исцелении, так и при решении наболевших ситуаций. Получившие исцеление ежедневно читают молитву святому Шарбелю и каждый раз воздают благодарение за возможность обращаться к нему. Горячие споры вызывают свидетельство о том, что икону святого нужно прикладывать к больному месту. Некоторые даже привязывают ее, чтобы носить постоянно. Многие видят в этом святотавство, другие – определенное доверие. Священники выступают против таких действий, но опять же хочется подчеркнуть, что выбор и ответственность каждый человек выбирает сам. Для получения ответа в особо сложных ситуациях читается девятидневная молитва, определенная на каждый день. В записях Ливанского центра есть описание исцеления, сделанное в конце 20-го столетия. Некая дама была разбита параличем. После девятидневной молитвы ей приснился святой праведник, который сделал операцию. На утро женщина проснулась полностью здоровой. Тяжелобольные люди, не имеющие физической возможности приехать самостоятельно поклониться святым мощам, пишут в монастырь свои просьбы, высылают их письмами с фотографиями, которые прикладываются к гробу. В Ливанском центре собрана целая коллекция костылей и колясок исцеленных людей, которые вышли из монастырских стен на здоровых ногах. Молитва святому Шарбелю Святой Отец Шарбель, ты отказался от мирских утех и выбрал одинокую смиренную жизнь с китом, а теперь пребываешь во славе неба. Молись о нас, озари наш разум и душу, укрепи нашу веру и волю, воспламени нашу любовь к Богу и ближнему. Помоги уклоняться от зла и выбирать добро. Защити нас от врагов видимых и невидимых и поддержи в нашей повседневности. Множество людей по твоему заступничеству получило от Бога дар исцеления душ и тел, а также разрешения проблем по-человечески безвыходно. Возри на нас с любовью, а если это согласуется с Божьей волей, выпроси для нас у Бога благодать, о которой смиренно просим. Но прежде всего помогай нам каждый день идти путем святости к жизни вечной. Аминь. Дорогие друзья, с вами был канал «Я хочу все знать» и на этой нотке я заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»